Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Сегодня я хотел бы ответить на один часто задаваемый вопрос по поводу количества устанавливаемых реле напряжения при трехфазном вводе. Вот, например, имеется у нас частный дом с трехфазным вводом 380 вольт. Заказчик, как грамотный человек, естественно, что решает защитить свои приборы и потребители от различных отклонений напряжения в случае неисправности, аварий и тому подобное. Но если при однофазном вводе 220 вольт все понятно и очевидно, это приобретается однофазное реле напряжения по соответствующему номинальному току, номинальным параметрам. Кстати, о том, какое реле выбрать, с каким функционалом и какого производителя, я неоднократно рассказывал вам в прошлых своих видео с подробными испытаниями их заявленных характеристик. А вот при трехфазном вводе сразу встает вопрос, а что же выбрать в таком случае? Три однофазных реле напряжения или же одно трехфазное? Давайте разбираться. Итак, вариант первый. Это установка трех однофазных реле напряжения на каждую фазу. Какие здесь имеются преимущества? Ну, например, при обрыве, повышении или снижении напряжения на одной фазе питающей линии, а такое бывает и не совсем и редко, особенно в ветхих сетях, у вас сработает реле и отключат только тех потребителей, которые, соответственно, были к этой фазе и подключены. Другие потребители останутся в работе, и это вполне правильно и логично. К тому же восстановление пропавшей фазы может осуществляться достаточно длительное время, и не хотелось бы проводить все это время без напряжения. Но что делать, когда у вас в доме имеются в наличии трехфазные потребители? Ведь если мы отключим одну фазу, например, у того же трехфазного электродвигателя, ну, например, нашего наждака или двигателя бетономешалки, имеется в виду трехфазного двигателя, что будет? Если они были изначально отключены, то просто-напросто они не включатся, не запустятся. Но это особо и не страшно. Другое дело, если бы двигатель находился в работе, и при этом пропала одна фаза, тут есть большой риск выхода двигателя из строя, а нам это совершенно не к чему. То есть делаем выводы. Если у вас в доме имеется хоть один трехфазный потребитель, еще раз приведу примеры, это различные станки с трехфазными двигателями, может быть у вас токарный станок есть, может быть фрезерный станок есть, сверлильный станок имеется в мастерской, различные трехфазные насосы, трехфазные двигатели бетономешалки, например, трехфазные котлы есть, и даже имеются трехфазные плиты, но хотя последние могут функционировать независимо от наличия отдельных фаз. Плиты можно, трехфазные плиты можно внести скорее в исключение. И тому подобные трехфазные потребители, то вам правильнее будет применять второй вариант. Вариант 2. Это установка на вводе одного трехфазного реле. Здесь сразу поясню, что сейчас не стоит беспокоиться о том, что при установке трехфазного реле дополнительно придется приобретать контактор. В настоящее время уже имеются на рынке трехфазные реле прямого включения с номинальным током аж до 63 А. Вот у меня, кстати, такой вариант и есть. Чего раньше, кстати, и не было. Максимум выпускались реле с номинальным током до 10, ну максимум до 16 А. И практически всегда приходилось дополнительно устанавливать контакторы. Ну вот у нас даже, например, тот же реле контроля фаз EL11, EL12, оно имеет у нас номинальный ток 8 А. Поэтому всегда у нас, если необходимо коммутировать мощную нагрузку, в данном случае это более 8 А, то необходимо устанавливать контактор. А что же мы получим в данном варианте в отношении остальных однофазных потребителей в доме? Да все просто. При обрыве хоть любой одной фазы на линии будут отключаться сразу все потребители в доме. То же самое произойдет и при обрыве нуля. То же самое произойдет отключение всех потребителей при изменении чередования фаз, при возникновении большой несимметрии фазных напряжений и так далее. У вас опять-таки будут отключаться абсолютно все потребители в доме. А это как бы уже и не совсем удобно. А что делать, когда сегодня у нас имеется трехфазная нагрузка, а завтра нет? Ну, например, для каких-либо нужд изначально был приобретен трехфазный электродвигатель. Со временем длительной эксплуатации он вышел из строя, ну или по каким-либо причинам вы его заменили на аналогичный по мощности, но только однофазный, там конденсаторный, не суть важно. Что делать в этом случае? Либо переделывать щит, то есть устанавливать три однофазных реле, либо оставлять все как есть. Есть еще один вариант. Вариант номер три. Но сразу скажу, что он более дорогостоящий, но зато наиболее правильный и идеальный в плане поддержания электроснабжения потребителей. Все просто. Если в доме есть трехфазные потребители, то на них устанавливаем отдельное трехфазное реле. А на остальные однофазные потребители устанавливаем в каждую фазу однофазное реле. Но за все время моей деятельности я встречал такую схему в очень исключительных случаях. Но есть еще один очень интересный вариант. Вариант номер четыре. Это не ломать голову, а приобрести реле напряжения SR723 или аналогичное ему по функционалу устройство, которое можно настроить как вам удобнее. Я уже вас подробно знакомил с реле однофазного напряжения SR721. Проводил ему все возможные испытания и тому подобное. Но сейчас речь идет о реле трехфазного напряжения от этого же производителя FF Евроавтоматика Беларусь. Вернемся к озвученному ранее вопросу еще раз. А что делать, когда сегодня у нас имеется трехфазная нагрузка, а завтра по каким-либо причинам ее не стало? В случае применения реле контроля напряжения SR723 переделывать ничего не нужно. Достаточно лишь слегка перенастроить реле с функцией трехфазного на однофазное. Суть в том, что у данного реле можно выбрать два режима работы. Первый режим трехфазный. В этом режиме осуществляется контроль минимального и максимального напряжения, контроль асимметрии фаз, контроль чередования и слепания фаз. При выходе за пределы уставок реле отключает потребителей всех трехфаз. Как, собственно, в варианте номер два, который мы рассматривали выше. Но реле имеет второй режим работы. Это однофазный режим. В этом режиме осуществляется контроль минимального и максимального напряжений отдельно в каждой фазе. И при выходе его за пределы отключается та фаза, в которой произошла авария. При этом каждую фазу можно индивидуально настроить. Как по напряжению, так и по времени срабатывания. Что достаточно актуально и порой и очень необходимо в наших суровых реалиях. Ну вот на этом я завершаю данное видео. Надеюсь, я вам подробно ответил на вопрос, сколько реле установить в трехфазной сети. Три однофазных реле напряжения или же одно трехфазное. О реле SR723 я вам, скорее всего, расскажу уже в отдельном видеоролике. Произведем ему испытания. Сравним с однофазным реле, которое мы рассматривали ранее. Расскажу о схеме его подключения. А там есть некоторые нюансы. Вот даже помните, что у однофазного реле напряжения у нас есть вход фаза, выход фаза и ноль. Здесь же у нас по каждой фазе есть вход фаза и два выхода фаза. И так по каждым трем фазам. Рассмотрим в отдельности однофазный режим работы реле и трехфазный режим работы реле. Проверим основные характеристики реле и так далее. На этом, пожалуй, и все. Если у вас имеются какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч!